Паника на пустом мире В коряжемских аптеках, несмотря на стабильную обстановку с заболеваемостью ОРВИ, резкий дефицит противовирусных препаратов и масок. В роддоме большие изменения на вооружении у врачей, новый аппарат УЗИ экстракласса и наркозно-дыхательный аппарат. С февраля будут проиндексированы страховые пенсии, размеры единовременной денежной выплаты для федеральных льготников. Пятница на календаре. Вы смотрите ТВ Коряжема в студии Алан Боболев. Здравствуйте! Паника необоснованная. Так считают фармацевты и провизоры в коряжемских аптеках. Горожане, напуганные тем, что в области наступает сезон простуд, кинулись купать противовирусные средства и медицинские маски. И тем самым спровоцировали их резкий дефицит. Но все ли так плохо на самом деле? Это выясняли наши корреспонденты. Ажиотаж в аптечных пунктах начался несколько дней назад. Каждый второй покупатель спрашивает о наличии противовирусных препаратов, оксалиновой мази и одноразовых медицинских масок. По словам сотрудников аптек, люди не жалея денег скупают в большом количестве лекарства против гриппа, простуды и насморка. Самые дешевые препараты закончились в первую очередь. Простую оксалиновую мазь можно найти не в каждой аптеке. Оксалиновая мазь, вот у нас, например, сейчас она действительно нет. Ее у поставщиков тоже проблемы с достаточно большим спросом. Но они подвозят, то есть сегодня у нас ее подвезут. Сейчас у нас есть достаточное количество гриппферона, дерината. Это вот средства, которые, если вы не нашли оксалиновой мази, можно заменить. В области действительно наступил сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. И пик его ожидается в феврале. В городских поликлиниках уже увеличилось количество простуженных пациентов. Хотя в целом, по данным Роспотребнадзора, обстановка в Коряжме остается стабильной. Критического уровня по заболеваемости нет. И пик порог не превышен. Случаев гриппа не зарегистрировано. Врачи рекомендуют покупать в качестве профилактики противовирусные препараты, которые на сегодня в аптеках все же есть. И причем в достаточном количестве. Не нужно забывать и о народных средствах против простуды. Они сэкономят деньги и укрепят здоровье. А чтобы противостоять вирусной инфекции в период обострения, нужно чаще мыть руки и промывать нос. В целях профилактики мы народными средствами ромашка, йод в пятки, борный спирт в ушки закладывала. Приходим с улицы, если руки моем сразу, и внучку заставляем, чтобы она тоже мыла. В целях профилактики сегодня в стационарных отделениях городской больницы введен режим ограничения посещений пациентов. Это опять-таки не повод для паники, а всего лишь необходимая мера для предупреждения массовых заболеваний гриппом и ОРВИ. В Коряжемском роддоме большие изменения. На вооружение у врачей появились два новых аппарата. Это аппарат ультразвукового исследования экстракласса и наркозно-дыхательный аппарат. К тому же, акуршерское отделение Коряжемской больницы готовится к разработке проектно-сметной документации капитального ремонта здания. О годе прошедшем и планах на будущее нам рассказал заведующий Эдуард Авилкин. Ввожу данные пациента, он мне потом выдает полностью все данные, сохраняет, если сравнить между запорожцем и мерседесом. Вот это мерседес. Современный аппарат ультразвукового исследования – недавнее приобретение в Коряжемском роддоме, которое здесь очень ждали. Огромная цена оправдывает цель покупки. Теперь беременным женщинам не нужно ездить в Котлас, чтобы сделать, например, УЗИ с Доплером. Плюс ко всему аппарат снабжен функцией 4D-моделирования. Аппарат экспертного класса. То есть раньше, если наши женщины Коряжемские, я имею в виду, нам было ехать в Котлас, в Архангельск где-то, сейчас мы здесь все делаем. Единственное, что если мы сомневаемся в чем-то, все равно в медико-генетическую консультацию мы все равно отправляем. Это аппарат 2015 года, последней модификации экспертного класса, поэтому здесь качество картинки, конечно, то, что мы видим, то, что было и то, что сейчас, конечно, не будет земля. Еще одно важное приобретение 2015 года в Акушерском отделении Горбольницы это наркозно-дыхательный аппарат для проведения операции. Те аппараты, которые были здесь раньше, давно устарели. Эти две большие покупки стали возможными благодаря частно-государственному партнерству. Они куплены за счет средств областного министерства, от родовых сертификатов и спонсорской помощи группы ИЛИМ через благотворительный фонд ИЛИМ-Гарант. Вообще в Карежумском роддоме в последние два года произошли большие изменения. Например, появилась палата интенсивной терапии. Здесь женщины проходят лечение после оперативного вмешательства. Здесь палата интенсивной терапии. Раньше ее практически не было, она была в обычной послеродовой палате. Сейчас мы это дело сделали. Полностью окна поменяли, отремонтировали здесь, потому что она как склад использовалась. Что немаловажно, послеродовые палаты теперь одноместные и находятся на первом этаже здания. То есть мама будет наедине со своим новорожденным малышом в первые дни его жизни. Палаты оснащены новой мебелью. Ушли в историю и железные кроватки для детей. Это кроватки, которые мы купили в прошлом году. Помните, были все решетки. И вот это тоже мы приобрели. Палата патологии беременных, наоборот, теперь на втором этаже. Кстати, практически во всем здании проведен косметический ремонт. И это еще не предел, говорит Эдуард Авилкин. В планах у заведующего сделать в Корежме современный центр родовспоможения. Скоро здесь все будет по-другому. Разрабатывая проектно-сметную документацию, здесь будет абсолютно... Мы предусматриваем здесь и наличие большего количества индивидуальных родовых залов. Это чистые помещения, это организация интенсивного блока, это организация блока реанимации новорожденных, где это все будет сделано. И по предварительной заявке с Минздравом, значит, есть договоренность о том, что... Ну, учитывая тоже финансовое состояние, которое на сегодняшний день есть, мы в 18-й год, нас включают в заявку на начало строительных работ. Поэтому у нас 16-17-й год, это то, что нам нужно успеть проработать полностью, все в деталях. Если говорить о статистике, то в 2015 году в Коряжмском роддоме появилось на свет 627 малышей. Это меньше, чем в 2014 году. Но такая тенденция не только по Коряжме, но и по всей стране. Едут в наш роддом и из других районов, и даже областей. К сожалению, не радует то, что здоровье женщины с каждым годом ухудшается. И на то есть объективные причины. Кто бы чего не говорил, все-таки демографическая яма 90-х годов, она начинает вот сейчас сказываться. Поэтому то, что мы констатируем, это снижение рождаемости, рост патологических родов, рост заболеваемости как беременных, так и новорожденных детей. Почему рост заболеваемости беременных женщин? Ну, во-первых, беда в том, что практически каждая вторая женщина курит. Количество гипоксии плода выросло в этом. За вот 2014-2015 год просто в разы выросло. Ни для кого не секрет, что Корежемский роддом славится в первую очередь своими врачами и акушерами. Как сказал Эдуард Валерьевич, штат в акушерском отделении практически укомплектован. Не хватает только неонатологов. Но эта проблема скоро решится. Один врач сейчас находится в декретном отпуске, еще один продолжает учебу. Другим темам. В нашей группе социальной сети ВКонтакте «Мобильный репортер» недавно было опубликовано новое видео. Автолюбитель прислал кадры, снятые на улице Советской. Три автомобиля спокойно следуют друг за другом. Водитель одного из них собирается совершить маневр, выполнить поворот налево. Но ровно в это же самое время водитель машины, едущий позади, неожиданно решает выйти на обгон. В попытке избежать столкновения он совершает резкий маневр влево и врезается в снежный бруствер. Обошлось без пострадавших. Напоминаем, что и вы можете стать автором рубрики «Мобильный репортер», прислав видео через социальную сеть или принеся его в редакцию. Сейчас время новости региона. О них расскажет Елена Кузнецова. Проверить здоровье прямо на вокзале лишил водительских прав глава поселка Вычегодский и разгром норвежской команды по хоккею с мячом. Подробности прямо сейчас. Железнодорожный вокзал Архангельска на 3 часа превратился в поликлинику. В 2016-й российские железные дороги объявили годом пассажира. Вокзал областной столицы превратился в центр диагностики здоровья. Все желающие смогли измерить важнейшие жизненные показатели и получить консультации специалистов. Путь к здоровью может лежать через вокзал, решили в РЖД и объявили акцию. Уважаемые пассажиры, приглашаем вас бесплатно проверить свое здоровье. Прием на вокзале открыли специалисты Центра медицинской профилактики. С собой у каждого десяток диагностических приборов. Участники акции смогли измерить давление, объем легких, вес и даже степень ожирения тканей. Одним рекомендовали сесть на диету, другим на больничный, ну а третьим на поезд до санатория. Акция «Здоровье пассажир» для Архангельска новинка, но вот для Северной железной дороги уже нет. Еще летом подобные мероприятия прошли в Ярославле и Кирове. 15 января Мировой суд вынес постановление о лишении водительских прав главы поселка Вычегодский Александра Тихонова на год и 9 месяцев. Кроме того, ему придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. В 2015 году Тихонов был задержан сотрудниками ДПС. Возникли подозрения, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения. Полицейские предлагали водителю предъявить документы, пройти освидетельствование, но он игнорировал их слова. На суде Тихонов отрицал вину в совершении правонарушения. Однако Мировой суд счел вину Тихонова полностью доказанной. В интернете обсуждают видео, снятое на видеорегистратор в Котласе после празднования новогодней ночи. Неизвестные разбили иномарку. Автомобиль был припаркован в Котласе во дворе на Ленина 20. В 7 утра 1 января двое неизвестных мужчин, вооруженные каким-то тяжелым предметом, целенаправленно подошли к иномарке и начали бить стекла, а потом быстро убежали. Теперь владельцы автомобиля ищут очевидцев происшествия и тех, кто узнал злоумышленников. Далее новости региона одной строкой. В Архангельске сборная Россия разгромила в сухую норвежскую команду по хоккею с мячом. Счет 6-0. За два года цены на бензин в Архангельской области выросли на 16-18%. Причина в том, что доля нефти в структуре себестоимости бензина снижается при условии роста доли налогов. В Верхнитуемском районе Кот спас хозяина от пожара. Он разбудил его громким мяуканьем, когда огонь уже распространился по кухне. Это были наиболее заметные события из жизни региона. Выпуск коряжемских новостей продолжится сразу после рекламного блока. В Техпроме финальная распродажа по ценам прошлого года. Так только по 7 февраля вместительный холодильник инвизит пока еще по суперцене 16,990. Техпром. Это выгодно. Пришло время заменить электросчетчик только до конца января. Электросчетчик «Меркурий-201» всего за 750 рублей. Магазин техника, отдел электрика на Дыбцина, 17. В отделе «Белье» новое поступление женского белья от российского производителя. Также в продаже мужское нижнее и термобелье. Отдел «Белье» Ленина, 35. Первое крыльцо от дома номер 33. И по-прежнему отдел «Белье» ждет вас в торговом центре Виконда, второй этаж. В техпроме финальная распродажа по ценам прошлого года. Так только по 7 февраля лет телевизор «Филипс». Диагональ 81 сантиметр пока еще по суперцене 16,990. Техпром. Это выгодно. Новый фирменный магазин «Оскона» в торговом центре Виконда предлагает огромный выбор матрасов и кроватей от недорогих до роскошных со скидкой до 60%. Эксклюзив, многофункциональное основание «Эргомоушн» поможет принять любое положение, удобное для просмотра телевизора или чтения любимой книги. А также восстановить силы после рабочего дня. Новинка – анатомические диваны «Оскона» удобно и сидеть, и спать. Салон «Оскона» – торговый центр «Виконда», Ленина, 17, второй этаж. В Коряжме открылся комиссионный магазин. В продаже одежда, обувь, головные уборы, книги и все по низким ценам. Комиссионный магазин «Ленина», 35, первое крыльцо, где и магазин белье. Детский комиссионный магазин «От мамы к маме». Принимаем на реализацию и продаем детскую одежду. Обувь, игрушки, кроватки, коляски и многое другое. «От мамы к маме». Магазин «Салаки», «Космонавтов 6». Прокат «Берег» приглашает к активному отдыху. Для любителей зимних видов спорта и развлечений. На прокат лыжи, коньки, надувные сани и ватрушки. Возможность прокатиться с горки, покататься на коньках и лыжах. Прокат «Берег». Отличное настроение и заряд бодрости вам обеспечены. Набережная 39 «Прокат «Берег» работает без выходных. Коряжемская строительная компания представляет жилой комплекс «Радуга». Это новая, яркая, комплексная застройка на набережной имени Островского. Кирпичные дома, уютные квартиры с современной планировкой и автономным отоплением. Принцип нашей компании – строить красивые, качественные и очень теплые дома. Первые семьи у нас уже въехали. Надеемся, они оценят наш труд. Коряжемская строительная компания возводит еще четыре трехэтажных дома. Намерена построить два танхауса и один девятиэтажный дом. Все справки по продажам квартиры в офисе компании или по телефону. 11 февраля в 18.00 в ККДЦ. Сольный концерт музыканта с мировым именем. Скрипача-виртуоза Вардана Маркоса. Шоу-программы «Парад страстей». Заказ билета в 3.16.49. Мы продолжаем новостной выпуск. С февраля текущего года будут проиндексированы страховые пенсии. Размер увеличения составит 4%. Февраль для пожилых людей начнется с приятных новостей. Повышение пенсии коснется большей части пенсионеров Коряжба. Подготовили соответствующие уплотные документы, отправили в организации, которые занимаются доставкой пенсии. Это означает, что с 1 февраля все наши пенсионеры, получающие трудовые пенсии, страховые, получат пенсию уже с учетом индексации на 4%. Индексация не коснется работающих пенсионеров, но от этого они не пострадают. В том случае, если человек решит прекратить трудовую деятельность, то ему проиндексируют выплату на все те упущенные повышения, которые имели место быть во время его работы. Как мы и говорили уже ранее, что индексироваться пенсии у нас будут только неработающим пенсионерам. По нашей статистике, которую мы сделали, количество неработающих пенсионеров по городу Коряжбе, которую мы сделали, осуществили индексацию, это 10 139 человек. За январские дни в управлении пенсионного фонда в городе Коряжбе подано 145 заявлений от тех, кто уволился в период с 1 октября 2015 года. Тем, кто прекратит свою трудовую деятельность в период по 31 марта текущего года, необходимо будет самостоятельно обратиться в территориальное управление пенсионного фонда, чтобы их пенсия была проиндексирована. Также с февраля будут проиндексированы размеры единовременной денежной выплаты для федеральных льготников, увеличится стоимость набора социальных услуг. С этого года изменился срок индексации единовременной денежной выплаты для федеральных льготников. Ранее она проводилась с 1 апреля, сейчас на два месяца раньше. С 1 февраля увеличится и размер набора социальных услуг. Индексация ежемесячной денежной выплаты гражданам, получающим ЕДВ через пенсионный фонд, производилась традиционно с 1 апреля. В этом году ситуация изменилась. 68-м федеральным законом внесены изменения, устанавливающие срок проведения индексации с 1 февраля. В правительственном РФ установлен размер индексации 7%, то есть ежемесячная денежная выплата увеличится на 7%. Соответственно увеличится размер и набора социальных услуг. Ежемесячная денежная выплата, которую население попросту называет ЕДВ, выплачивается ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, узникам фашистских концлагерей, инвалидам, гражданам, участвующим в ликвидации радиационных аварий. В Коряжме число граждан, получающих ЕДВ через пенсионный фонд – 2835 человек. Самая большая категория – это инвалиды – 2311 человек. Я напомню, что набор социальных услуг предоставляется как в натуральном виде, так и в денежном эквиваленте. Он не изменяется, состоит из лекарственной части, из санаторно-курортной части, из транспортной части. Напоминаю, что с 1 января по 30 сентября можно либо возобновить, либо отказаться в целом от набора социальных услуг, либо от ее части, но заявление будет действовать с 1 января 2017 года. Подать заявление об отказе от набора социальных услуг в полном объеме или от его части, а также о возобновлении получения набора социальных услуг или его части можно как в управлении пенсионного фонда, так и в Центре предоставления государственных услуг по адресу Гоголя-22. И еще одна новость. Действие программы материнского семейного капитала продлено на два года. Сертификат на материнский капитал смогут получить семьи, в которых родились или были усыновлены дети, рожденные в период по 31 декабря 2018 года. Программа материнского семейного капитала начала действовать в нашей стране с 2007 года. За этот период в Коряжме выдано 2264 сертификата, а там чуть более половины их обладателей уже полностью распорядились средствами материнского капитала. Как известно, их можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или накопительную часть пенсии мамы. В нашем городе большинство владельцев сертификатов предпочли с помощью средств материнского капитала решить свои жилищные проблемы. Сейчас пенсионный фонд продолжает принимать заявления на предоставление единовременной выплаты и средств материнского капитала. Заявления могут подать семьи, которые получили право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей. Эти деньги семьи могут использовать на повседневные нужды. Под занавес программы рубрика «Нескучный архив». 29 января 2010 года выдалось морозным. Журналисты программы выясняли, как можно работать на улице при минус 30. Столбик уличного термометра сегодня опустился до 30 градусов. В школах отменяют занятия. Работу, конечно же, никто не отменяет, а между тем, некоторым приходится работать на улице. Почтальоны, продавцы на рынке, сотрудники ДПС, электромонтеры или, например, работники дорожной службы. Как отработать день и не замерзнуть, об этом нам рассказали дворник Галина Марксовна и монтажник кабельных сетей Алексей. Рабочий день Галины Марксовны начинается в 6 утра. Убирать снег и посыпать дорожки песком зимой приходится не один раз за день. Чем активнее работаешь, тем быстрее согреваешься. Делится с нами женщина. В ее видении три дома на улице Лермонтова. Люди, живущие здесь, труд дворника уважают, лишний раз мусорить не станут, говорит Галина Марксовна. А когда в сильный мороз видят ее на улице за работой, зачастую отправляют домой. Жалеют, значит. У нас рабочее время до двух часов, обед у нас, отдых на обед два часа, а остальные мы должны часы вырабатывать. Где-то мусор выкинуть, где-то надо песочку подсыпать, потому что мало там, очень дорога, видите, наезженная там машинами, чтобы люди не упали. Здоровьемся, заботимся о здоровье людей, особенно бабушек. Тут у меня очень много бабушек живет. Они тут всеми обогатворят. Ой, опять пришла с песочком. Так что я довольна людьми. Невзирая на холод, выходят на полный восьмичасовой рабочий день и сотрудники Коряжемского телевидения. В обязанности монтажников входит не только обход по заявкам, но и плановое отключение так называемых пиратов и должников. Алексей и Василий, совершая ревизии по адресам, в основном передвигаются по городу пешком, а в день бывает до 30 вызовов. Но особого неудобства это молодым людям не доставляет. Главное, говорят, теплее одеваться. Быстрее двигаемся, ну и тепло одеваемся, естественно. А как именно? Двойные штаны одеваем, теплые рукавицы там. И застегиваемся полностью, и все. Уже не мерзнем. Часто на улице мы видим сотрудников ДПС регулировать движение и делать проверки приходится и в холода. Безопасность людей превыше всего. То же самое касается сотрудников дорожных и жилищно-коммунальных служб. Случись какая авария, они тут как тут устраняют последствия. В общем, работа на улице города кипит, даже когда за окном минус 30. Однако, как утверждают сами представители так называемых уличных профессий, на свежем воздухе помимо неудобств есть и масса плюсов. От гиподинамии такие люди не страдают, простужаются реже, да и чувствуют себя намного лучше тех, кто ведет сидячий образ жизни. Для здоровья это очень хорошо, потому что в основном, да, физзарядка, чувствуешь себя очень, и аппетит такой хороший, и давление, и настроение. Ну, я довольна, потому что на свежем воздухе это здорово. Далее прогноз погоды на завтра. В субботу погода не изменится, пасмурный снег. Температура воздуха до минус 5 градусов, к вечеру потеплеет до минус 2. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, умеренный, до 3 метров в секунду, но временами порывистый. На этом выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго. Владимира Валерьяновича и Кубовского от всей души поздравляем с юбилеем. Ты сегодня будто заново родился, хоть годов богатый опыт за спиной. В жизни этой многого добился. Ты фортуны, брат родной. Самый лучший муж, отец и деда. Равных нет тебе ни дома, ни в труде. Пусть сегодня в этот день прекрасный. Ты почувствуешь, как любят тебя все. Жена, дети и внуки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин